я вас приветствую дорогие мои друзья сегодня хотел бы с вами поделиться вот таким своим опытом в первый раз я делал такой вот маяк то есть это будет брельефная роспись на стене морской пейзаж там будет корабль скалы а также маяк но маяк мне нужно было не просто сделать как рисунок брельефный виде светильника так как провод для света уже был выведен то есть планировался как бы своего рода светильник но идея возникла этот светильник сделать виде маяка для этого светильника конечно же мне пригодился опыт со стеклохолстом как я уже рассказывал что стеклохолст это будет постоянное такой материал который я буду вам показывать всевозможные изделия там бабочки крылья в общем с ним можно делать все что угодно значит что я здесь показываю взял стеклохолст намазал шпаклевкой акриловой несколько слоев и когда он засох вот в таком изгибе то получился такой своего рода как каркас единственное только что я тут промахнулся с размером нужно было еще ниже опускать два три слоя можно нанести стеклохолст то прорезается очень легко ножичком обойным окошки эти вначале я тут решил сделать три окна но так как когда я уже его прикрепил я увидел что свет который на маяке он не достает на третье окно поэтому я его там заклеил и решил сделать только два ну в принципе на рисунке в оригинале как бы там и есть два окна тут третье сделал для красоты но она не получилось вся загвоздка в том друзья чтобы лампочка лампочка она была взаимозаменяемая то есть в случае там сгорит или что ну чтобы можно было ее легко достать оттуда и поменять то есть все делается чтобы было практично чтоб не так что лампочка перегорела там уже и и осталось навеки а То есть вот этот кусочек я здесь промахнулся, то есть решил я его шпаклевкой с пенопластом доточить. Почему с пенопластом, ну я уже вам рассказывал. То есть такой, как наполнитель. Чистой шпаклевкой не стоит это делать, а когда вот такие моменты, то как наполнитель очень хорошо и удобно работать. Крошка пенопласта наполняется. Наушники, друзья, я делал это от звука, так как соседи работали громко, очень перфоратором, что мешало работать. Очень было жестко, так сказать, моим ушам, поэтому побежал быстренько, купил наушники, одел и смог нормально работать. Они периодически то сверлили, то не сверлили. Когда не сверлили, я их снимал, когда сверлили, опять одевал. После того, как стеклохолст полностью приклеится, можно наносить уже на него шпаклевку. Вначале я, чтобы выровнять шпаклевку, старт с финишем намешал, а потом можно уже работать чистым финишем. То есть как бы вначале я поверхность эту выровнял. Почему я вам это все показываю? Потому что вам может просто пригодиться вот эта вот техника со стеклохолстом. Я же говорю, это такой материал, что можно сделать любые изделия из него. И он очень легко совмещается вместе с шпаклевкой. То есть это не картон, это не пластик. Вот с пластиком было бы тяжелее. Если бы я, допустим, взял трубу пластиковую, допустим, канализационную, да, и так же самое отрезал. Но опять же, что-то резать надо. Плюс на пластик очень плохо ложится шпаклевка, грунты и так далее. То есть пластик, он такой материал, который не связуется с шпаклевкой, даже с клеями. А стеклохолст это, ну скажем так, супер материал, с которым можно работать и делать с ним очень интересные вещи. В процессе все буду показывать. Впереди очень много у меня планов именно с этим стеклохолстом. Показывать вам красивые изделия, какие могут быть. Даже вот светильник. А ведь светильник можно делать не только в виде маяка. В общем, его можно применять как материал, на который можно накладывать шпаклевку. То есть, если вы хотите какие-то вещи делать объемные, то вот стеклохолст как раз для этих вещей. Впереди нас ждет еще один светильник интересный. В плане у меня... Ничего не буду сейчас раскрывать секреты. Следите очень внимательно. Поэтому, кстати, со стеклохолста можно также делать паруса. Если вы хотите сделать паруса как настоящие, чтобы они были как бы в воздухе, то вот как раз стеклохолст это отличный материал для этой работы. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Для того, чтобы сделать кирпичики, наносите финишную шпаклевку И оббиваете, делаете вот такую фактурку кисточкой. А здесь внизу я решил сделать более такие... Большие такие глыбы, как камни, такие тоже кирпичи, но только они выглядели как со скалы сделаны. То есть там кирпичики, а здесь уже такая скалинистая такая поверхность. Крышу я решил сделать такую граненую, гладкую, а потом подумал, решил сделать даже черепицу. Тут главное расчертить ровненько, чтобы кирпичики были ровненькие. То есть, конечно, нужно применить уровень или лазерный, или обычный. И начал я уже скальпелем прорезать. То есть шпаклевка была еще сыроватая, поэтому она легче сдиралась. В общем, сделал точно как на картинке. Впереди еще, конечно же, будут стекла на этом маяке. Внизу два будут желтенькие. А верхние стекла, которые будут сниматься, чтобы поменять лампочку, он будет такого светло-молочного цвета. Так как мне еще обязательно нужно, чтобы этот маяк светился на стены, как бы давал такие лучи. Этот инструмент, кстати, применяется в стоматологии. Очень он выручает. Редактор субтитров А.Семкин Это также шпаклевка-финиш. Очень удобно налаживать вот так вот ее тогда, когда она уже начинает подстывать. То есть, как бы такая густая. Она очень хорошо налаживается. Если она будет жидкая, она будет расплываться и будет совмещаться с другим нанесением. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Желаю вам творческого вдохновения, мира, добра, терпения. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!